Субтитры делал DimaTorzok Ждем вас на Вовсеркл, ссылка в описании. В данный момент много зарубежных стран и компании ополчились против России, заваливая простых жителей сокрушительными санкциями. В том числе это касается и сферы развлечений. Вот и Activision Blizzard объявили, что временно прекращают сотрудничество с Россией и закрывают продажу подписок и своих игр для российских игроков. Отныне невозможно оплатить что-либо в Battle.net нашими картами или кошельками. Ограничения затронули не только Россию, но и весь регион СНГ, в том числе Беларусь, Казахстан, Армению, Азербайджан и Украину, а также игроков из других регионов, играющих на русскоязычных серверах. Activision Blizzard подчеркнули, что они разрывают отношения насовсем, а всего лишь временно приостанавливают их до тех пор, пока конфликт не будет исчерпан. На данный момент единственный способ оплатить подписку – это внутриигровой жетон за золото. Можно, конечно, и обходными путями, но тогда вам придётся оплачивать по западным ценам, а это намного дороже. Скорее всего, Blizzard снова откроет все игры сразу же после прекращения конфликта, поскольку российский рынок невероятно огромен, и это касается всех остальных компаний, наложивших на нас санкции. Заметьте, никто не заявляет об окончательном разрыве отношений, все лишь временно отклоняются, пока всё не закончится. Так или иначе, мы продолжим держать вас в курсе всех важных новостей и будем дальше показывать сюжет. Даже если отключат русские сервера, мы начнём переводить с европейских и озвучивать своими силами, не переживайте, мы вас не бросим. Кстати, YouTube тоже ввёл свои санкции и перестал показывать рекламу в России, а значит, всем нам, то есть создателям контента, придётся какое-то время зарабатывать значительно меньше. Сейчас такое время, когда может произойти всё, что угодно, поэтому я очень сильно прошу вас подписаться на нашу группу ВКонтакте. Сделайте это прямо сейчас, там мы сможем оставаться на связи и координироваться в случае чего. Да и мы регулярно постим там интересные заметки и мемы собственного производства. Ссылка в описании, это очень-очень важно, подпишитесь. Теперь же хочу зачитать вам официальное обращение Blizzard к игрокам. Всю прошедшую неделю мы следили за новостями из Украины, разворачивающимся обострением гуманитарного кризиса. Обязательство нашей компании состоит в том, чтобы помочь тем, кто пострадал от этого ужасного конфликта, и оказать помощь всеми возможными способами. Сегодня мы объявляем, что Activision Blizzard приостанавливает продажи своих игр в России, пока продолжается этот конфликт. Мы продолжим искать способы поддержать украинский народ. Я хочу заверить вас, что безопасность наших сотрудников является главным приоритетом руководящей команды. Мы делаем всё возможное, чтобы помочь сотрудникам и их семьям, которые непосредственно пострадали от этой ситуации. Компания увеличивает пожертвования организациям, оказывающим немедленную помощь в регионе. Вместе мы собрали более 300 тысяч долларов в этом начинании. На следующей неделе мы планируем добавить дополнительные благотворительные фонды на выбор, а также повысить лимит прибавки от компании от 1000 до 10 000 долларов. Также я хотел бы приветствовать огромный вклад наших коллег в Польшу, где люди добровольно посвятили своё время помощи украинским беженцам и другим нуждающимся. Мы продолжим работать с ними, чтобы найти способы, которыми мы можем ещё больше помочь этими усилиями. Мы поддерживаем украинский народ и будем предоставлять обновлённую информацию о любых новых предпринимаемых нами действиях, поскольку этот кризис продолжает развиваться. Это всё цитаты из официального обращения Blizzard к игрокам. Вот и вся новость. Отнеситесь к этому ролику с пониманием, мы всего лишь освещаем новости, не более. Сейчас самой большой поддержкой для нас станет ваша подписка на канал и группу ВКонтакте. Большего не просим. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok